МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители Агропрома узнали, какие проблемы волнуют ученых и преподавателей, а студенты – будущее регионального АПК. Государственный аграрный университет. Это 5 институтов, 4,5 тысячи студентов и сотрудничество с 36 сельхозпредприятиями региона. Там ребята проходят практику. Главный инженер. Я пришел под его руководством, и он меня обучал. И мне это очень понравилось. Я работал, то, что вставать, допустим, в 6 утра, это без разницы. Это все равно. Я хочу идти работать. О будущем Тюменского агропрома сегодня рассказали студентам и преподавателям вуза. Через 7 лет на полях области половина сельхозтехники будет беспилотной. Всю пашню региона разделят на 19 участков и оцифруют. Надо четко понимать, кто, где, как заготавливает продукцию, если мы говорим про малые формы хозяйствования. Как эффективно эксплуатируется земля землепользователями. Не истощается ли плодородие, а какие питательные вещества вносят. А притворять в жизнь научные разработки будут эти ребята. Евгения Коваленко из Галышмановского района признается, именно во время учебы поняла, что профессию агронома выбрала правильно. Вот с этим я хочу в дальнейшем работать. Может, не прямо агрономом, не прямо на полях вот такая работа с почвой. Но с агрономией точно. В трех институтах – агротехнологическом, биотехнологии, ветеринарной медицины, а также механико-технологическом – прошли встречи со специалистами и производственниками. Много новой и важной информации получили и студенты, и преподаватели. От ученых вуза ждут идей. И аграрному университету Северного Зауралия уже есть что предложить. Так говорит Елена Бойко, ректор вуза. Задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом и аграрным университетом, очень схожи. Это прежде всего научное обеспечение нашего аграрного производства. Посыл вам был дан, да? Создание проектов, программ, которые могли бы финансироваться, в том числе и из федерального бюджета. У вас вы готовы к этому? Более того, мы не просто готовы, мы это уже делаем. Во всяком случае, тот вопрос, который поднимался по селекции семеноводства картофеля, сейчас мы уже включаемся под программу федеральную научно-технического развития сельского хозяйства именно по селекции и семеноводству конкурентоспособных сортов картофеля. Инициатором является агрофирма Крим, которая подключила и аграрный университет в том числе. Там будут конечные результаты, причем эти результаты связаны с применением геномных технологий. То есть это такое очень современное направление, которое мы подключаем к тем традиционным методам селекции, которые в настоящий момент существуют. Теперь, что касается личных подсобных хозяйств и кооперативного движения нашей Тюминской области. Аграрный университет, как готов помогать вот этим направлениям? Мы готовы, естественно, помогать. Более того, у нас уже есть опыт. В прошлом году по программе 5+, наши преподаватели, наши ученые, они консультировали малые предприятия, потому что им действительно необходима помощь. И мы продолжаем эту работу, потому что технологии порой неизвестные, тем особенно, кто начинает, у кого нет профильного образования. Естественно, мы готовы работать и помогать этим сельхозпроизводителям и в будущем, и в настоящем. На такой масштабной встрече представители АПК и ВУЗа прошла еще и школа выпускников. Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейнь честно рассказал ребятам, что их ждет в будущем. Агробизнес, слагаемый успеха. Тема, которая сегодня будет обсуждаться и со студентами, и с представителями бизнеса, и с представителями законодательной власти. Виктор Александрович, вот скажите мне, пожалуйста, вы, наверное, как никто другой знаете, какие у нас сейчас проблемы в агропромышленном комплексе, в комплексе, в который придут вот эти ребята, и условия, с которыми они столкнутся при начале своей деятельности. Вы об этом им, конечно же, расскажете. Как говорят, кризис приходит и уходит, а кушать хочется всегда. И, безусловно, сегодня в аграрной России, а я уже чуть ниже опускаюсь в наш родной субъект, в аграрном юге сегодня происходят очень позитивные перемены, и, тем не менее, проблем очень много. И важно сегодня построить эти коммуникации с молодыми людьми, которые придут завтра. То есть кадровая политика была и есть, остается номер один. И именно от того, какого уровня компетенции, какие специалисты продвинуты, придут в сельское хозяйство, понимая, что там происходит, будет зависеть дальнейшее или успешное, или неуспешное развитие сельского хозяйства. А пока Тюменской области, потому что у нас здесь тоже есть определенные проблемы, вопросы связаны с обустройством сельских территорий. Сегодня уже времена, когда у нас с милым рай в шалаше и желающих там окунуться в сельскую деревню и не видят следы цивилизации, все меньше и меньше. И мы должны понимать, что слагаемого успеха во многом сегодня, в том числе ждут ли молодых людей, какой уровень компетенции ребята придут туда работать. И решим ли мы в наших поселениях. Главная насущная проблема, она должна быть обустроена, безусловно, до уровня, когда люди могут реализовать наши специалисты, проживающие на селе, на тот минимум, который в Конституции Российской Федерации прописывают. Много в регионе очень серьезных, крупных предприятий, на которых, ну, в большинстве своем уже штат сформировался. Вот эти ребята, которые сейчас выпускаются, они найдут место в нашем бизнесе, агробизнесе? У вас, пожалуй, один из главных вопросов. Мы должны понимать, что сегодня должен существовать некий регистр кадровый, который реально, будем говорить, сегодня высвечивает проблемные вопросы, связанные с кадровым обеспечением в каждом из муниципальных вопросов. Такая работа проведена, она есть. На следующий год, более 17-й, 18-й, 19-й, порядка 503 специалистов сегодня по этому регистру реально ждут, востребованы. И вот как раз сегодня очень важно, чтобы эти ребята, приехав на территорию, не разочаровались. И мы понимаем, что сегодня все-таки нашему АПК завидуют ноги. Уровень поддержки на следующий год, я уже заглядываю в бюджет 2018 года, не менее 6 миллиардов 100 миллионов рублей. Это очень серьезный уровень поддержки. И нас расстраивает то, что сегодня наш федеральный центр в рамках софинансирования меняет политику не в пользу субъектов Российской Федерации. Но все-таки мы об этом громко заявили, сказали, при том, что территория инвестиционно привлекательная, и регион старается сделать из года в год нашу территорию конкурентно способной. По линии АПК такая политика не пойдет. То есть мы сегодня, в хорошем смысле слова, бодаемся с центром, для того, чтобы показать о том, что должны быть определенные преференции, и должен быть тот уровень государственной поддержки, который позволяет динамично развиваться и благополучным, и неблагополучным с финансовой точки зрения региона. И поэтому с ребятами должен быть предельно откровенный разговор. И они должны тоже понимать, вот мы уже на пороге формирования кейс фермер-хозяин. Отдельно ребят, которые бы экономику знали, знали бухгалтерию сегодня, знали сегодня нормативно-правовую базу, понимали, что сегодня можно... То есть вот этот стартап, он должен быть очень уверенный для них. Поэтому вот желание построить этот диалог, ответить на вопросы и реально рассказать, насколько сегодня хорош уровень поддержки при всех проблемах, которые есть, и место ВУЗа сегодня еще раз показать и, наверное, утвердить, ребят, мысль, что ВУЗ сегодня как раз решает одни, в том числе, из главных проблем, помимо кадровой политики, а наука занимается тем, чтобы вот это выпавшее звено селекционно, оно тоже вошло в работу в науке. Ребята должны еще раз, наверное, прочувствовать, что они выбрали уникальную профессию, та, которая сегодня решает главную продовольственную, будем говорить, программу, это продовольственная безопасность. Это вопросы здоровья жизни людей. Благороднейшие. Совершенно профессии. И я хотел бы ребятам пожелать быть успешным. То есть в любом случае они понимают, что учиться придется всегда. На заседании президиума регионального правительства говорили о программе «5+.» Этот проект, напомню, стимулирует небольшие хозяйства содержать от 5 коров и более. И чтобы надои были от 5000 килограммов молока и выше. Механизм прост. Перерабатывающие предприятия выделяют средства на приобретение высокопродуктивных животных, а рассчитываются за них крестьяне молоком. Пилотными стали муниципалитеты в Вагайске, Упоровске и Исецке. В хозяйство завезено 529 нетелей. Рост сданного личными подворьями молока вырос на 40%. Тем временем в Тюменской области ветеринарам начали выдавать сертификаты на улучшение жилищных условий. Сельские хроники. Региональный закон был принят этим летом. Согласно документу, участниками могут стать ветеринарные врачи в возрасте до 45 лет, которые трудятся в госучреждениях и стоят на учете, как нуждающиеся в жилье. В этом году сертификаты получили трое до 2019 года. Около 30 специалистов станут участниками региональной программы. Размер субсидий у нас составляет 400 тысяч рублей в расчете на каждого заявившегося ветеринарного специалиста. Если у специалиста имеются дети в возрасте до 23 лет, то сумма субсидий в расчете 100 тысяч человек на каждого ребенка увеличивается. Кроме этого, предусмотрено предоставление целевых займов в размере до 1 миллиона рублей. Цифровой рентген-комплекс, переносной аппарат УЗИ и 57 специальных кроватей для стационара. Новое медицинское оборудование поступило в Увадскую больницу. Его установкой займутся специалисты из Москвы. Теперь медобслуживание пациентов поднимется на новый, качественный уровень. Рентген-установка на три рабочих места. Цифровая, то есть это современные технологии, включая и эскопическую рентгенологию, и томографию. Переносной УЗИ аппарат. Для чего он нам нужен? Для того, чтобы нам выезжать по району, оказывать вот эти услуги, обследовать население по району. И большая потребность в обследовании детей. В Казанском центре развития детей открылась многопрофильная студия «Ступеньки». По сути, это продленка для младшеклассников. Здесь ребята после занятий в школе делают домашние работы, занимаются в различных кружках. Особой популярностью пользуются робототехника и 3D-моделирование. Пока продленку посещают 11 человек, но специалисты центра уверены, что это только начало. Многим родителям некуда пристроить своего ребенка после школы. Тем более, что это первый-второй класс, дети послесадовского возраста. И мы стали оказывать такую услугу. Лучшим дизайнером праздничной одежды на конкурсе «Ситцевый бал» стала табалячка Елизавета Зеленская. Состязание прошло в Челябинске. Участвовали в нем люди с ограниченными возможностями. Елизавета придумала 20 вечерних нарядов. Шитьем увлеклась только два года назад, но платье изготовила сама. Смастерила еще и броши, бусы. Ехала наугад, не знала, что будет. То есть как-то все очень быстро так. Откуда берете вдохновение, Лиза? Где-то сама, где-то мама подскажет. Уборочные комбайны на заснеженных полях. В Галышмановском районе завершается заготовка карнажа. Это высокопитательный корм для кукурузы. Его используют как добавку к основному рациону. Вместе с комбайном на поле работает агрегат, который дробит зерно и сразу обрабатывает консервантами. Полученную смесь отправляют в траншеи на хранилище, а выпавший снег не стал помехой в заготовке. Вопрос здесь не в снеге, а в зрелости кукурузы. То есть надо дождаться определенной спелости зерна для того, чтобы можно было заложить на карнаж. Оно не должно быть и не слишком, так скажем, водянистым, и в то же время не должно быть перезревшим. Потому что она потом не сплющится, невозможно будет правильно заготовить, технологию соблюсти. В Ишиме после капитального ремонта открылся народный театр. Здание сильно пострадало во время прошлогоднего паводка. На восстановление губернатор выделил средства в 2 миллиона рублей. Отремонтирован фасад, внутри помещения заменили пол, крышу. Инженерные сети установили новые кресла и сцену. Открытие обновленного здания отметили премьерой спектакля «Таинственный ящик». Мы так счастливы. Наконец-то у нас театр похож на театр. У него появился замечательный зал, удобная сцена. И мы, артисты, очень рады на ней выступать. Упоровским должникам за услуги ЖКХ все-таки придется рассчитаться. Коммунальщики закупили новое оборудование под названием «Спрут». С его помощью они смогут точечно отключать канализацию неплательщикам. При этом не обязательно заходить в квартиру. Через чердаки или подвалы в стояк вводится зонт. Видеокамера позволит точно попасть в нужный водоотвод. Пойти на такие меры вынуждает растущая задолженность потребителей. Уже более 4 миллионов рублей. Им дается возможность рассчитаться по долгам. Потом до прохождения 30-дневного срока, за три дня, мы еще раз их оповещаем и все, и устанавливаем. После этого до полного гашения задолженности мы снимаем эту заглушку. Представители разных национальностей собрались за круглым столом в Викуловском доме журналистов. Эстонцы, русские, немцы, белорусы и казахи рассказывали о своей жизни, национальных блюдах и традициях. Такие встречи проводят уже второй год и общение напрямую, по словам организаторов, объединяет и помогает лучше понять друг друга. Это же в России, мы же, у любой человек есть, что я русский, что казах, какая разница. Мы же говорят, что Аллах, что Бог, так она, мы же так она и есть. Все россияне. Конечно. Тюменская область признана одним из наиболее успешных регионов России в части развития сельхозкооперации. И помимо потребительских и заготовительных, в регионе активно действуют и кредитные организации. Ежегодно они предоставляют до трех тысяч займов. Средний размер около 130 тысяч рублей. Семья Кельнь крупным рогатым скотом занимается уже более 15 лет. И теперь численность стада больше 30 голов. Это коровы, нетели, быки и телята. В следующем году планируют увеличить поголовье еще как минимум на 10. Селяне приобрели всю необходимую для работы технику, по большей части на заемные средства. Кредиты предоставил кооператив «Доверие». Больше нигде не возьмешь, денег нету, и все, и сел. А пойдешь, девчонки, надо кредит. Пожалуйста, берите, потому что мы вовремя платим. Сейчас в кооперативе «Доверие» почти 1400 членов-пайщиков. Ежегодно получают займы порядка 300 человек. Чаще всего суммы используют на ремонт построек, газификацию, приобретение скота и техники. За 9 месяцев 2017 года мы выдали 183 займа на сумму 19,5 миллионов рублей. Эти средства были использованы на приобретение КРС. Приобрели 115 голов КРС крупного рогатого скота, в том числе 47 коров. Вот и пайщики другого заводоковского кооператива «Центр» также берут займы. Планируют в ближайшее время отремонтировать крышу, без кредита не обойтись. Кооператив с каждым годом наращивает объемы. Сейчас сюда привозят молоко 392 с датчика, а это на 50 человек больше, чем в 2016. В этом году уже собрано больше 2200 тонн сырья. Начинают осваивать переработку. Сейчас мы сдали в аренду две комнаты и будем работать с ИП по производству сыра. Первые пробные мы уже сделали сыр прямо на территории молзавода. Будут производить сыр индивидуально предприниматель нашего молока. Сейчас в небольших хозяйствах заводоковского городского округа более полутора тысяч крупнорогатых. И не исключено, что их численность будет расти. Главными партнерами кооперативов были и остаются личные подсобные хозяйства. В Тюменской области их 172 тысячи, и они производят почти половину всего регионального продукта. И надо отдать должное крестьянам, которые, несмотря ни на какие трудности, взвалили на свои плечи столь тяжелое дело и не отступают. В 12 километрах от ближайшего населенного пункта, буквально в чистом поле, расположилось хозяйство Динара Галиева. Вернее, его часть. В Багандинке птичник, там Динар получает яйцо, мясо, а здесь крупнорогатый скот. Бычки стоят на откорме. Два года назад решил взять бычков на откорм, взял черно-пеструю породу, откормил. Вроде получилось. В прошлом году решил взять мясную породу, взял гирефордов. Удачно тоже откормил, в этом году будем забивать. Доход от птицы вы тратили на выращивание крупнорогатых, да? Это получается как копилка. Вкладываешь с одного в другое, потом получается кучей. Правда, со сбытом Динар еще не определился. Часть реализует через торговую точку на сельхозрынке, также планирует выезжать на ярмарки. А это поселок Московский. Подсобное хозяйство Алексея Турченинова. 15 лет отработал зоотехником на сельхозпредприятии, теперь занимается своим хозяйством. Индюки и индоутки пока в теплице, а вот гуси холмогорской породы, вольные птицы, часто гуляют на улице. Крупная и красивая порода у них, он своеобразный, и кошелек он такой красивый, и кобылки на животе какие красивые. Сама по себе очень красивая птица. Только выборковку на мясо, убираем остальное все. На реализации тоже людям нравится эта порода. Кто-то для размножения, допустим, для улучшения своих гусей, кто-то тоже для души просто. Также в этом хозяйстве есть козы. Молочный, породистый, фараон. Так зовут козла-производители, привезен из Америки. Он нам дал потомство, очень хорошего качества, красивые такие дети. По продуктивности еще пока не можем сказать, потому что нужно время. Только на следующий год можем узнать, каких он дает детей. Но по экстерьюру очень красивых дает детей. Сейчас в Тюменской области 172 тысячи личных подсобных хозяйств. Сюда входит и бабушка с одной коровой, и такие хозяйства, которые приносят доход владельцам. В целом же ЛПХ производит практически половину сельхозпродукции региона, причем самого высокого качества. А между тем, каждый продукт наиболее полезен, богат витаминами и микроэлементами в определенное время года. Дефицит, к счастью, нам не грозит. Теперь можно позволить себе практически любые продукты, когда угодно. Но важно понимать, местные овощи и фрукты куда более полезны. Считается, что они теряют львиную долю витаминов, если находятся в пути более двух недель. И еще один нюанс. Местные замороженные продукты, собранные в сезон, куда более полезны, чем импортные. Ну, а теперь непосредственно к овощам и фруктам, особенно нужным нашему организму в последние два месяца года. Запоминайте или записывайте. Итак, ноябрь. На столе значительно чаще должна быть морковь, тыква, репа. Не следует исключать цветную и брюссельскую капусту, лук-порей и хрен. Что касается фруктов, стоит отдать предпочтение хурме, груши, айве и клюкве. А вот в декабре, перед Новым годом, набор овощей остается практически тот же. Вот только к фруктам рекомендуют добавить гранат и цитрусовые. История, о которой сейчас пойдет речь, к сожалению, пока исключение, чем правило. А так хотелось бы, чтоб наоборот. Однажды фермеру из Казанского района вовремя пришли на выручку, помогли финансово. И теперь он сам спешит на помощь. В определенные дни он просто раздает молоко участникам Великой Отечественной войны, малоимущим и многодетным семьям. Очередь за разливным молоком на местном рынке. И так два раза в неделю. Подобная картина лишь для приезжих в Диковинку. Вчера приезжали из другого города, им интересно было, что вот здесь так вот молоко продается на разлив. Могут видели, там квас продается, а молоко вот так вот на разлив, они еще так сидели, фотографировались. Молоко на разлив, а еще творог и сливки здесь можно и купить. Но продавец больше продукции раздает, чем продает. Эта благотворительная акция организована для участников Великой Отечественной войны, малоимущих и многодетных семей. Всего 124 человека. Молоко хорошее, жирное. Я даже просто квашу делала, вот летом что специально, и сама творог делала. Хорошее молоко. Нам нравится всей семье. Идея социального молока принадлежит главе крестьянско-фермерского хозяйства Максиму Панову. Совсем скоро он лично будет доставлять молоко и инвалидам-колясочникам. Фермер считает, и в жизни, и в бизнесе необходимо просто делать хорошие дела. В свое время нам помогли региональные власти, и лично депутат Государственной Думы Брыкин Николай Гаврилович. Очень помогли. Не просто словом, а очень конкретным делом. В свою очередь мы решили помочь людям в качестве благодарности. Я думаю, так оно и должно быть. Добрую идею в районе приняли на ура. Хотя поначалу многие сомневались. Ну, я еще так усомнился, говорю, два раза, а не многовато ли будет? Он говорит, нет, нет, ничего, вытянем. Ну, даже чтобы более достоверно быть, сходил в АПК, казанки, все-таки каждый себе убыток не должен работать. Это понятно, предприниматель, все как-то, что-то компенсируется. Он говорит, это он берет на себя. За год Максим Панов раздал более 13 тонн молока, 200 килограммов творога и столько же сливок. Буренки, говорит, работает исправно. 60 дойных голов дают отменное молоко. Есть к чему стремиться. Надо улучшить кормовую базу, оборудование более современное поставить. Мы можем доить на этом, так сказать, очень хорошее молоко. А к концу года Максим Панов надеется запустить мини-цех по переработке молока. Оборудование закуплено, вскоре приступят к его монтажу. Российское движение школьников. Его еще сравнивают с пионерией Советского Союза. Но только там идеология, а здесь возможность ребятам самореализоваться во внеурочное время. В Упоровской школе выбрали президента. Дело осталось за малым – исполнить наказы избирателей. Первый совет российского движения школьников Упоровской школы в новом составе. Сначала – представление вновь избранного президента. Кандидатов было двое. Обе, кстати, девочки. Победила восьмиклассница Диана Вяткина. До этого события, как положено, избирательная кампания. Встречались с электоратом, принимали наказы, рассыпались в обещаниях. Президент Вяткина намерена начать с реализации предвыборной программы. У нас на досуге не хватает дискотек. И я хочу организовать дискотеки в нашей школе. Потому что у нас в Доме культуры они редкие. Я хотела бы сделать их в школе. Также сокращение уроков до 40 минут, потому что 9-й, 11-й класс. У нас еще по несколько консультаций в день. И мы очень устаем за день. И хотели бы пораньше, хотя бы на полчаса домой приходить. В РДШ принимают со второго класса. В Упоровской школе 190 членов этой организации, чуть больше 20% от всех учеников. Немного, но дело-то добровольное. Я-то вообще-то еще с той эпохи, когда была пионерия комсомол. И, конечно, мы не будем, допустим, сейчас, в идеале, когда все 100% дети вступили в РДШ, и мы вообще классно зажили. Но я понимаю, что пионерия была государственная структура, а РДШ общественная государственная. Поэтому заставлять мы никого не заставляем. Мы рекомендуем, мы напоминаем, мы проводим мотивационную работу. В российском движении школьников четыре направления. Военно-патриотическое, гражданское, информационно-медийное и личностное. Ребята сами выбирают, где хотят себя видеть. Илья Угрининов, один из активистов, начинал с информации, а сейчас гражданская активность. Нужно собрать людей, схожих по интересам в этой сфере, собираться, узнавать историю больше края, как-то информировать о ней людям, чтобы люди могли знать о нашей истории родной. Все-таки это же очень важно. Тем временем жизнь упоровской первички РДШ встает на свои рельсы. Кстати, к Новому году ждут оборудование для пресс-центра. Все события будут снимать, а потом показывать на школьном канале и вещать на радиоволне. На этом, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы сможете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на ютубе, а также в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках». О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи!